добрый день друзья здравствуйте всем кому интересно тема почему у детей болит животик сегодня я должна сказать что эта тема очень популярна и наверное после страшного после страшных слов мама есть не хочу следующие страшные слова это мама у меня болит животик причем то что я вам расскажу она коснется и грудничков и деток скажем так любого абсолютно возраста более того часто эти боли идут с нами и во взрослую жизнь то есть потом всю жизнь у нас без якобы беспричинно болит живот сегодня у нас речь о тех случаях когда вы уже сбегали к врачу у вас уже сделали узи провели обследование и вам говорят что у вашего ребенка все в порядке а он жалуется что у него болит животик может быть обманывает конечно нет конечно дети иногда лукавят видя что мама в панике тут же бросается им помогать и пожалуйста и уроки не делай и и и отдыхай и полежи и все такое прочее но очень часто эти боли совершенно реальны и у детей действительно болит живот точно так же как часто бывает понос без ну без причины потому что я не верю что хоть какая-то мамочка специально дала что-то несвежее или ребенок что-то там съел несвежее это конечно бывает но очень редко потому что уж что что а за питанием детей как правило мамочки смотрят очень внимательно чтоб все свеженькое все чистенькое и ручки помыты были однако то понос то запор одни неприятности с этим животиком а ведь работая жкт это основа иммунитета это то как будут усваиваться все питательные вещества любая еда и если это понос то все что съел ребенок все то питание все вся эта полезность все эти витаминки они тут же все выйдут если запор то усвоение тоже идет неправильно и это тоже ведет к плохому росту ребенка то есть надо что-то делать а на самом деле все не так сложно сейчас мы с вами разберемся что же случается почему их дети так часто жалуются на животик и почему он у них действительно болит так вот причина номер один это спазмы кишечника а спазмы кишечника наступают тогда когда ребенок по какой-то причине нервничает волнуется обратите внимание как правило животик у них болит перед концертом в садике перед контрольной ребенок чего-то испугался или чего-то вот не хочет очень у него спазмы потому что дети еще эмоционально не устойчивы и вот эти спазмы они болезненные даже очень болезненные и нужно научиться их снимать я расскажу вам сегодня несколько методов как это можно сделать побыстрее и попроще так чтобы они были доступны вам всегда в любое время а может быть даже деткам которым скажем там 7 лет 8 они смогут это делать и сами итак первый самый на мой взгляд простой метод это воспользоваться эфирными маслами вот у меня здесь на хозяйстве масло розы но в принципе поможет и масло чайного дерева поможет мята очень хорошо помогает мелиса как ими пользоваться в этом случае капают одну капельку прямо в пупок и еще по капельке вот сюда центр ладошки эти масла обладают успокоительным действием они гасят этот стресс кишечник расслабляется боли проходит и этот простой метод помогает огромному количеству детворы кстати есть и масло валерьяны успокоительных масел достаточно много я пользуюсь розой но подойдет и валерьяна подойдет и ромашка мята очень хорошо работает лаванда и мелиса ориентируйтесь на запах потому что то что для вас лучше всего пахнет то вам и будет лучше всего помогать это относится и к детям поверьте на запахи у нас самая древняя память у нас именно на запахи и подсознание очень верно нам сигнализирует о пользе или бесполезности или опасности от любого запаха но помните эфирные масла это концентрат и и когда я говорю одна капля то это одна капля а не пол флакона как бы хорошо оно не пахло не нужно перебарщивать но это вариант когда мы убираем следствие тут есть спазм мы убрали следствие но я происходит почему это происходит и почему с возрастом многие перерастают но кстати не все у некоторых и во взрослом состоянии стоит только понервничать сразу живот хватает это происходит у тех людей у кого и у детей у кого нервная система еще не достаточно устойчиво что мы можем сделать для того чтобы у детей стрессовая устойчивость как можно быстрее появилась ну во первых мамам грудничком грудничков нужно в первую очередь быть спокойной самой и кормящим мамам я рекомендую принимать вот такой коктейль этот коктейль называется юниор и обязательно в компании с омегой 3 почему потому что в юниоре есть все необходимые витамины для того чтобы нервная система работала хорошо и вообще хорошо работал детский организм и пищеварение когда принимаете юниор поверьте запоров не бывает ни у кого даже у тех у кого эти запоры имели 20-летнюю 30-летию и 40-летнюю историю за это я вам могу поручиться а вот омега это однозначно для тех детей которые очень эмоциональные постарайтесь давать эту омегу хотя бы в течение месяца и вы заметите что ваш ребенок перестал жаловаться на животик то есть мы убрали причину а причина нервная система недостаточно устойчиво к стрессом подкормим эту нервную систему нужными для нее витаминами добавим омегу и решим вопрос ну это речь идет о здоровых детках у которых на узи ничего не обнаружили а таких очень много и ко мне мама обращаются очень часто я собственно говоря потому и хоть мне захотелось рассказать именно эту тему сегодня потому что этих обращений с каждым днем все больше почему все больше неудивительно не забывайте что маленькие детки очень чувствительны не к своим эмоциям они боятся даже не своих контрольных это уже там в пяти к семи годам они уже боятся как среагируют окружающие на них а маленькие детки в первую очередь чувствительны к эмоциям мамы и если мама не спокойно если мама не стабильно и у мамы у самой проблемы с нервной системой поверьте как бы вы не старались чтобы вы не делали ребенок все равно будет жаловаться на животик и будет плакать значит в первую очередь приводим в порядок мам а потом уже не зачем потом и одновременно приводим в порядок ребенка поверьте вот хотите спокойных детей у которых никогда не болит живот которые с удовольствием выступают которые идут легко на контакт омега-3 это ваш ваше решение вашей проблемы есть еще один нюанс который очень часто у деток но опять же тут не только у деток и у взрослых срабатывает когда идут спазмы то в первую очередь в желудочно-кишечном тракте спазмируется желчный пузырь есть детки которые уже родились с неправильной формой желчного пузыря знаете такой или восьмиобразной или перекрученной формы ну во первых мамочки не сильно беспокойтесь организму к таким врожденным патологиям он очень хорошо приспосабливается но конечно это место всегда будет слабеньким а если только желчь начинает отходить плохо и неправильно ну во первых во взрослой жизни это ведет к образованию камней а в детстве ведет к спазму желчного пузыря это больно и самое главное что когда заклинивает желчный пузырь собственно говоря вот те самые немотивированные поносы у детей если особенно они светлого цвета такого светло-светло-желтого то это почти стопроцентная вероятность не инфекция не никакие кошмары чаще всего это заклинило желчный пузырь его мод можно и нужно этот спазм желчного пузыря снять спазмируется и правильной формы желчный пузырь и капельнообразный такой но капельку разжать легче для того чтобы разжать желчный пузырь правильной формы в принципе достаточно согреть правый бок немножечко его помассировать правый бок под ребрами там находится желчный пузырь вы когда пальчиками пощупайте вы его быстро нащупаете он когда спазмировать он такой жесткий становится но смотрите как он работает этот желчный пузырь вот он капелькой но это капелька сжимается не вот так вот как многие думают она сжимается постепенно то есть сначала первая треть выдавливается когда выдавилась она захлопывается вторая треть а первая расслабилась а потом третье и только третье выбрасывает желчь двенадцатиперстную кишку там где ей место у кого желчный пузырь правильной формы теплая что это может быть теплая грелочка тепленькая можно даже просто бутылку набрать горячей воды приложить к правому боку и немножечко как бы вот так вот чуточку придавливать массировать тепленьким чуточку массировать и это неприятность у ребенка пройдет и у вас тоже кстати это совет универсальный а вот у деток у которых форма желчного пузыря неправильная восьмеобразная восьмерочки перекрученная для них этот совет не годится потому что из-за перекрученности возникают не он не так сокращается как здоровый поэтому здесь нужно зная такую особенность обязательно чтобы ваш ребенок во первых ему нельзя делать большие перерывы в виде ну обычно с регулярной едой проблем не возникает у одной мамы но когда дети идут школу это бывает во вторых этим детям нужно пить много горячей воды и этим деткам нельзя заканчивать еду на холодной ноте то есть следите за тем чтобы малыш никогда не запивал еду холодной водой лимонадом неважно чем чтобы после еды сразу последним блюдом не было мороженое то есть этим деткам обязательно нужно заканчивать обед горячим чаем не важно что это будет но это должна быть или просто даже в конце дайте ему выпить 100 грамм горячего чая там скажем что еще хорошо для этих деток очень хорошо настой шиповника то есть мягкая желчегонная но помните что все это нужно давать горячим виде и если такая патология есть то она не денется никогда и никуда она не оперируется ничего с ней делать не надо надо просто усвоить правильные навыки и ваша задача сформировать эти навыки и конечно таким деткам два раза в день два раза в год я в любом случае рекомендовала бы хотя бы курсами пропивать юниор но если не юниор все таки лучше всего потому что там и мягкое желчегонное такое очень хорошо для детей но если нет то можно попробовать осень и весна обойтись желчегонными травами для детей у которых неправильная форма желчного пузыря это правило на всю жизнь научите своих детей этому в детстве и тогда во взрослой жизни им не придется этот желчный пузырь удалять ну вот в принципе то есть проблема которая вас так волнует и так часто беспокоит решается очень просто значит спазмы которые уже есть проще всего снимать эфирными маслами для того чтобы решить проблему кардинально это омега-3 и вот такой коктейль юниор можно освоить технику эмоциональной стабилизации для деток которые постарше или для мам которые не могут справиться со своими эмоциями вы увидите как успокоиться ваши дети и вообще как успокоиться жизнь вокруг вас мы все знаем что весь мир это отражение наших эмоций если мы спокойны если мы радостны то солнышко нам светит улыбается и нам везде хорошо когда на душе разброд и шатание то вокруг нас тоже одна мы видим одну разруху поэтому успокаивайте себя обязательно кормящим мамам еще раз повторю рекомендую такой же набор и тогда ваши дети уже сразу будут стрессово устойчивы вы об этом не пожалеете те кто принимают юниор и омегу мамочки они уже очень быстро видят разницу между своими спокойными и уравновешенными детьми и теми детьми которыми которые этой поддержки не имеют поверьте стрессов сейчас нашей жизни огромное количество много стрессов мы даже не осознаем но они есть и на здоровье они влияют очень поэтому последнее время обращений у меня болит у ребенка болит животик участились спешу вот я с вами поделилась своими наработками поделилась этой информацией надеюсь что она будет вам полезна и вы воспользуетесь этими советами ну и конечно приглашаю всех мамочек к сотрудничеству если вам интересна тема здоровья если вы хотите помочь не только своим детям но и помочь своим подругам своим родственникам своим друзьям то пожалуйста звоните обращайтесь я расскажу сотрудничество всегда выгодно ну и конечно мои партнеры естественно имеют преимущество их я консультирую всегда и очень и очень люблю им помогать до новых встреч всего хорошего надеюсь было полезно